Лилибет всегда хотела завести кошку, но мама не разрешала ей этого делать. Девочка нашла на улице котенка и принесла его домой. Лилибет знала, что мама заставит ее отнести котенка в приют, поэтому решила его спрятать. Однажды мама вошла в комнату и поняла, что у ее дочери живет кошка. Как? На первый взгляд нет никаких следов кошки, но посмотрите, постельное белье покрыто белыми кошачьими волосками. Аманда работает на автозаправочной станции в пригороде. Там так тихо и спокойно, что за целый день у нее было всего три клиента. Первый купил что-то попить, второй шоколадку, а третий просто заплатил за бензин. Один из них оказался преступником, и Аманда сообщила о нем в полицию. Кто преступник и как она это поняла. Второй человек расплатился купюрой в 15 долларов. Такой купюры не существует. Наверное, он печатает фальшивые деньги. Джон был в экспедиции на Северном полюсе. Однажды он очнулся в ледяной пещере. Он не помнил, что произошло, но ему нужно было быстро выбираться. Там было три двери. За первой находилась комната, наполненная ядовитым газом. За второй – огромное озеро. За третий – три голодных белых медведя. Какую дверь он должен выбрать, чтобы спастись? Он должен выбрать вторую дверь. Он находится на Северном полюсе. Там холодно, и озеро замерзло. Поэтому ему не придется плыть, чтобы его пересечь. Миссис Адамс вернулась домой. У нее трое детей-подростков. И так получилось, что все они были наказаны в одно и то же время. Она заметила, что машина припаркована по-другому и догадалась, что один из подростков куда-то ездил. Она спросила, кто брал машину, но никто не признался. Алекс сказал, что провел весь день, работая в саду, и только несколько минут назад вернулся в дом. Хлоя сказала, что весь день провела в своей спальне, занимаясь учебой. Амелия сказала, что читала и занималась спортом. Кто солгал? Конечно, это Алекс. Посмотрите, как он одет. Кто проводит день в саду в смокинге? Больше похоже на то, что он только что вернулся со свидания. Мистер и миссис Олсен, супружеская пара, живущая в доме с четырьмя соседями. Однажды мистер Олсен вернулся с работы и обнаружил миссис Олсен без сознания. Детектив Каллум прибыл для расследования этого дела, и четверо соседей стали главными подозреваемыми. Айла сказала, что последние два часа провела на кухне. Бен сказал, что весь день красил стены в своей комнате. Клео сказала, что плавала в бассейне не меньше трех часов. Дин сказал, что читал книгу в саду. Детектив попросил всех поднять руки и определил в лжецах. Кто лжет? Это Клео. Если бы она провела три часа в бассейне, ее пальцы были бы сморщенными. Но они в полном порядке. Так что она явно солгала. Итак, пришло время проверить вашу внимательность. Я буду показывать вам по две фотографии, а вы должны будете сказать, кто из людей ведет себя глупо. Вот первый комплект. Дэймон и Картер занимаются домашними делами. Кто из них не слишком умен? Это парень справа. Он поливает цветы, но в этом нет необходимости, потому что на улице льет дождь. Итак, вот еще одна пара. Слева Селеста. Она жарит мясо для семейного барбекюра. Справа Жанна, которая пылесосит дом, слушая музыку. Кто из них совершает глупость? Это Селеста. Прямо под грилем стоит канистра с бензином. Это очень опасно. И последняя пара. Две семьи позируют для фото. Какая из семей не блещет умом? Вот это. Вы заметили, что они стоят под огромной треснувшей веткой? Калеб только что снял в банке большую сумму денег. Он проходил мимо продуктового магазина, как вдруг почувствовал себя плохо и упал без сознания. Мимо шла молодая девушка Ханна. Она решила ему помочь и вызвала скорую помощь. Вскоре мужчина пришел в себя. Он протянул руку, чтобы проверить деньги, но их там не оказалось. Кто-то украл их во время всей этой суматохи. У полиции было трое подозреваемых. Ханна и двое прохожих. Кто же вор? Смотрите, вот два типа следов, ведущих к Калебу. Одна пара принадлежит ему, а другая – Ханне. Но вот еще один тип следов – отпечатки ботинок с маленьким отверстием рядом. Это, похоже, след от трости. Значит, вор – человек с тростью. Миссис Йорк – богатая дама с большой коллекцией драгоценностей и дорогих чайных сервизов. Однажды ее невестка Хейвен приехала в гости на неделю. На третий день Миссис Йорк заметила, что серебряная чашка из самого дорогого сервиза исчезла. Она решила, что Хейвен воровкой вызвала полицию. Женщина показала полицейским свою коллекцию и полку. Но они не поверили Миссис Йорк. Почему? Место, где якобы стояла пропавшая чашка, было таким же пыльным, как и остальная часть полки. Это означает, что там уже давно ничего не было. Известная писательница жила одна на ферме вдали от города и никогда не выходила на улицу. Единственными людьми, с которыми она общалась, были ее повар, садовник и уборщик. Однажды перед завтраком уборщик обнаружил писательницу в плохом состоянии и вызвал скорую помощь. Врач заключил, что писательницу отравили. Повар сказал, что был занят поиском новых рецептов. Садовник сказал, что был на улице и делал свою работу. Уборщик сказал, что только что пришел, чтобы начать работу, когда нашел писательницу. Кто отравил женщину? Должно быть, это повар. Это случилось прямо перед завтраком, но он ничего не готовил. Он знал, что завтракать будет некому. Нина была в отпуске, и ее родителям понадобились старые книги, которые у нее хранились. У нее были запасные ключи, поэтому они позвонили Нине и спросили, могут ли они зайти к ней в квартиру и забрать книги. Нина согласилась, и родители так и сделали. Когда они вошли в ее квартиру, там был молодой человек. Он представился и сказал, что он друг Нины, и пришел сюда полить ее растения. Родители Нины не поверили ему и позвонили в полицию. Почему? Почему? Посмотрите внимательно, в квартире Нины нет ни одного растения. Он придумал плохое оправдание. Хорошо, давайте немного потренируем ваши глаза. Я покажу вам несколько фотографий. На каждой фотографии спрятаны цифры от 1 до 10. Кроме одной пропущенной, ваша задача найти их все и определить, какой цифры не хватает. Вот первая фотография. Какого числа от 1 до 9 здесь нет? Правильно, здесь нет четверки. Так, теперь кое-что посложнее. Новая фотография, но задача та же. Какая цифра пропущена? Цифра 9. Новое задание. Что скажете? На этот раз не хватает цифры 6. Задача усложняется и цифры уже не так легко найти. Но я верю в вас, так что продолжайте. Что вы скажете на этот раз? Да, здесь нет цифры 2. Хорошо. Вот последняя картинка. Сконцентрируйтесь и дайте правильный ответ. Да, здесь нет цифры 8. Отличная работа. Отличная работа. Продолжение следует...